Наверное, одна из самых важных новостей начала этого года касается событий, происходящих вокруг Bugatti Music. Этот лейбл интересен многим хотя бы по той причине, что одним из его создателей и руководителей является иностранный агент Morgenstern. Из публичной деятельности Алишера, это, наверное, самый большой его бизнес-проект с момента переезда в Дубай. Но представить этот лейбл было бы невозможно без Ашера и Арута, вокруг которого до сих пор существует множество споров в сети. В начале года он, по его собственным словам, продал свою долю в Bugatti Music и ушел из музыки. В этом видео мы попробуем разобраться, почему же это случилось и как развивались события. Что ж, давайте приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! На этом мои музыкальные приключения заканчиваются. В этом году еще будут выходить треки, которые были записаны в 22 и 23 году. Я наигрался. Это были великолепные два года и лучшее хобби придумать невозможно. Спасибо Палагину за саунд. Спасибо Романову за лучшие в мире клипы. Спасибо Моргенштерну за опыт и хайп. Именно так описал свой уход из музыки Арут. Моргенштерн чуть позже также попрощался с ним в своих социальных сетях. Арут появился в музыкальной индустрии очень внезапно. Конечно, его постоянно замечали рядом с Моргенштерном еще два года назад. Он появлялся в сторис, на фотографиях и даже в видеоблогах. Особо никто не знал, кто он такой, пока одна за одной не начали появляться коллаборации с рэперами. Первым был Big Baby Tape, которому зафит, по словам Арута, он заплатил 10 биткоинов. Довольно давно мы делали видео про Арута, где предметно разбирали его биографию, которая тогда была доступна обрывочным в различных СМИ из СНГ. Было известно, что он родом из Узбекистана. Он занимался проведением вечеринок. Какое-то время жил в Питере. По его словам, в России он организовал один из своих первых бизнесов по ритейлу айфонов. Потом он вернулся на родину, где работал в ресторанном бизнесе. В Дубай переехал после женитьбы, и уже в Дубай он начал работать в диджитал-сфере, что в дальнейшем привело его в криптоинвестиции. Ну а дальнейшая история с Моргенштерном была уже у всех на виду. Лейбл Bugatti Music, вернее его создание, аудитории Алишера воспринималось как новый этап в его карьере. Сначала была империя кайф, с которой очевидно начались проблемы после эмиграции рэпера. А теперь вот Bugatti Music. Заявлялось, что Моргенштерн в Bugatti отвечает за маркетинг. Ашер – руководитель, а Арут инвестирует капиталы, на которые можно развивать бизнес. И все работало именно по такой схеме. Доказательством эффективности можно привести клип и трек Bugatti от Арута и Алишера, который получился довольно виральным. Теперь эта сука богата, блестя, дайся, камни, ты как сука, много работа. Процесс шел. На лейбле появлялись новые артисты – Талия, О'Нейтив и Энтайп. Они выпускали музыку, иногда удачную, а иногда не очень. Впрочем, даже провальные кейсы команда лейбла оборачивала в громкие инфоповоды. Но постепенно, к концу прошлого года, начало всплывать все больше информации об Аруте. И тут, на наш взгляд, и есть причина или одна из причин, почему он мог продать долю в своем бизнесе. В сети начали появляться разоблачения Арута. Сперва про него иноагент Оксимирон в Диссена Моргенштерна зачитал вот такие строчки. «Твои новые, близкие и недалекие». Чуть позже, возможно, уцепившись за этот панч, про окружение Моргенштерна в негативном свете начала рассуждать и Ксения Собчак. Прямо на интервью с рэпером. Например, вот кусок про криптобиржу Арута. По поводу Эксби. Криптобиржа, согласитесь, звучит очень круто. Прямо сразу представляешь себе Манхэттен, какие-то люди занимаются криптой, зарабатывают миллионы. При этом вы должны понимать, что уставной капитал у этой криптобиржи 2500 евро. И она зарегистрирована, как вы думаете, где? В Литве, в садовом домике около аэропорта Вильнюса. Вот есть Арут, криптомиллиардер, как он сам себя называет, криптомиллиардер. У этого Арута зарегистрированная компания, которая занимается криптой, которую вы все раскачиваете, Эксби, зарегистрирована в Литве, в маленьком садоводном домике рядом с аэропортом. И там еще, мы посмотрели, зарегистрирована не она одна. То есть в этом домике просто, понимаете, это Рокфеллер-центр, ребят. В то время, как сам Арут называл себя криптоинвестором, хейтеры уже начали называть его инфо-цыганом. Ведь один из видов его деятельности – это Академия Арута, где за определенную плату люди учатся инвестированию. Также довольно известна ситуация, когда на подкасте Джарахова Арут рассказал случай, который помог ему разбогатеть. Он продавал партию бронежилетов африканским диктаторам. И чтобы убедить их совершить сделку, надел бронежилет и в него выстрелили из автомата. Я говорю, ты умеешь стрелять? Он усмехнулся, человек взрослый, в районе 60, я говорю, да, да, конечно. Я умею стрелять из двух рук, из всего, что ты можешь стрелять. Я говорю, если я встану, говорю, на расстоянии, типа, 30 метров в бронежилете, сможешь выстрелить мне в грудь? Ну, не попасть никуда, в грудь. Он говорит, да, конечно. Я говорю, я одену бронежилет, говорю, если ты выстреливаешь, и я не умираю, ты купишь? Он говорит, если ты, ну, я выстреливаю, ты не умираешь, я куплю у тебя столько, сколько ты мне продаешь. На тот момент у меня было около 17 тысяч бронежилетов, доступных на фабрике. Я надел на себе бронежилет, у меня уже тогда был ребенок, встал, 30 метров, он взлетел калаш, выстрелил три раза, я сломал себе два ребра, бронежилет выстрелил. Потом оказалось, что Арут рассказал сцену из фильма, а именно из одной из серий сериала «Во все тяжкие». Этих разговоров и слухов, где Арута выставляли как мошенника, становилось все больше и больше, и он даже отвечал хейтерам на подкастах. И во всех обзорах все говорят, я мошенник. На одном из обзоров забыл. Хесус. А, Хесус. Хесус. Он на разоборщика делал как раз. Да. И вот он, вот мне понравилось, он говорит, вот вы все говорите, мошенник, а где? Где разоблачение? И он искал, искал, не нашел. Где? Потому что вам так удобно, потому что вам от этого легче жить. Разоблачение не появлялось до сентября прошлого года, когда получасовое видео про Арута выпустил Рындыч. Оно собрало 5 миллионов просмотров. Рындыч утверждает, что почти все бизнесы Арута это выдумка. И даже к своим криптоинвестициям он не имеет почти никакого отношения. Блогер сделал вывод, что и платы в размере 10 биткоинов, 1 миллиона долларов или дома для родителей Лимбы Арут не совершал. Он просто платил за фиты цену чуть выше обычной. А рэперы взамен просто публично рассказывали про небывалые суммы контрактов. По мнению Рындыча, все это Арут делал исключительно для того, чтобы поднять свой медийный капитал, а потом вложить его в продажу курсов, став очередным инфо-цыганом. Хотя, конечно, из видео не до конца понятно, где Арут в таком случае брал деньги на фиты. Даже по стандартным прайсам рэперов, это все равно десятки миллионов рублей. Наверное, даже такие видео и слухи про инфо-цыганство вряд ли подтолкнули бы Арута к уходу из музыки, если бы не скандал с Кезару в конце прошлого года. Олег сперва долго отнекивался на вопросы о фите с Арутом, но потом выпустил с ним не просто трек, а целый клип, да еще и с рекламой букмекеров. Уже после анонса фита в комментариях появилось много негатива и обвинений. Кезару отвечал в сториз так. Цитата. Ребята, у вас какие-то странные понятия о тру. У вас тру, это те, кому нечего есть? Он рассказал, что Арут ему не платил, а им вместе заплатили более серьезные люди. После выхода клипа выяснилось, что речь шла про букмекерскую контору, которая оплатила интеграцию. Еще Кезару объяснил, почему его не смутил коллапс с другом Моргенштерна. Потому что у него нет хейта Калишеру, он ему просто неприятен. А по поводу обвинений Арута в мошенничестве произнес. Если Арут заскамил людей на такое количество бабок, ему памятник надо ставить. Реально. Мозги нужны, чтобы так заскамить. Меня он не заскамил. Наверное, мозги у меня есть в голове. Клип не получил большой веральности. На данный момент на нем всего 2 миллиона просмотров. Зато хейта в сторону Кезару и Арута вылилось довольно много. Плюс появился постановочный конфликт Арута с Моргенштерном по поводу рекламы букмекеров. О которой Али Шеру якобы не рассказали заранее. Чуть позже Моргенштерн сам выпустит рекламу тех же самых букмекеров. Что вскроет суть всех этих бифов. В своем обращении по поводу ухода из музыки Арут написал, что снова хочет сфокусироваться на крипте. Возможно, это такой своеобразный антикриз. И способ доказать всем, что он на самом деле не мошенник. Так или иначе, образ инфо-цыгана Аруту уже создали. И ему, видимо, пришлось что-то с этим делать. Ну а в наших комментариях люди написали, что вполне может быть, Арут продал свою долю в Бугатти Тимоти или, например, Кезару. Что вообще маловероятно. Нам кажется, что вполне возможен вариант у Мида Юлдашева, про которого так много рассуждала Ксения Собчак. Не будем о любви, если ночью в ноль, в ноль у тебя гаснет свет. А на сегодня у нас все. А как думаете вы, почему все-таки Арут продал свою долю в Бугатти Мьюзик? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!